Хей-йо, ребят, всем привет, приветствую вас на канале PlayItHome. Ну что, продолжаем с вами играть в нашу пиццерию. Значит, по количеству голосов у нас от зомби, товарищ, назвать нашу пиццерию Мама Пицца. В принципе, мы так и сделали. У нас пиццерия называется Мама Пицца. Там было более 40, по-моему, лайков под комментарием. Зомби, дружище, я тебя поздравляю, твое название у нас сюда залетело. Будет следующая пиццерия, будем следующее устраивать название для неё. Также я сейчас приобрёл вот такую ещё одну рекламную тумбу, которая у нас как раз-таки будет гнать дополнительное количество людей в Мама Пиццу. Для того, чтобы сделать как раз-таки дополнительный охват здесь, в этом регионе. Вот, и сегодня мы с вами изучили уже бандитов первого уровня. Сегодня будем тестировать, смотреть, как всё дело у нас работает. Так, параллельно сейчас у нас изучаются рекламные точки из части 2, точнее, второй навык, да, у нас будет. Я так полагаю, будут либо другие точки, либо, наоборот, эти приносить больше дохода, ой, ну, не дохода, в смысле, а больше людей, да, будут отправлять. Сейчас, в принципе, сами всё это дело посмотрим и заодно узнаем. Так, где мы будем с вами заниматься саботажем? Давайте посмотрим, во-первых, что у нас тут находится. Ну, здесь у нас соседа, у него нифигашеньки нету. Далее, вот здесь у нас неплохой товарищ, смотри, засел с большим количеством людей. Далее, вот здесь у нас точка вообще пустая, походу, я смотрю. Это, кстати, наш сосед от Эйфелевой башни. И ещё одна точка вот здесь, но тут никого нету. Да, значит, будем вот сюда загружать сейчас людей. Людей, господи, бандитов наших. Так, следственно, нанять мы можем их у нас в пиццерии. Значит, у нас сейчас с вами есть просто шестёрочка, гангстер. Есть у нас громила и есть мафиози. Естественно, эти надо товарищи открывать. У них больше типа урона, наверное, будет больше заниматься пакостями. Но пока берём одну только. Точнее, одного товарища, это вот этого. Раз, нанять. И куда мы его отправляем? Отправляем его вот сюда. Прямо в самый эпицентр. Так. Окей. Чтобы примесить бандита, щёлкнуть по правому объекту и устроить саботаж. Ну, вот сюда я хотел бы устроить саботаж. Как бы, да. Вот так, наверное, да? А, стоп, это где он находится у нас. А это он просто гуляет. Он на метро сейчас поедет? Серьёзно? Походу, да. Слушай, он, походу, очень серьёзен. Во. Всё, отлично. Ставим точку вот сюда и ждём нашего бандоса. Явился. Не запылился. И идёт потихонечку. Он, походу, через кухню будет заходить. Слышишь? Вот это наглый тип. Вот он наглый, пипец. Что же он сейчас будет делать? Значит, траконов раскладывать, да? Да. Прямо здесь давай. Не хочешь? Странно. А почему не хочешь? А, во. А сейчас захотел. Значит, у него с каждым таким действием теряется срок жизни нашего товарища. Поэтому надо его, наверное, сейчас во все точки будет раскидать. Хотя, если честно, я вот не очень могу понять, на что это всё влияет. Люди как сидели, так и сидели. Блин. Провал. Провал, конечно. Провал операции. Но надо будет нового на ней, товарищ. На этого всё посадят сейчас. Да. Он просто тупо исчез. Хорошо. Мы сделаем проще. Давайте. Просто я хотел этот момент как раз-таки обсудить. То есть, он высаживает тараканов. Люди как сидели, так и дальше продолжают сидеть. Продукты особо, особенно, не пользуются. У них как были мухи, так и остались. Не очень понял. Ладно. Будем, значит, тестировать и смотреть дальше, что у нас с этого всё дела выходит. Значит, сотрудники. Нам надо нанять заново гангстера. И отправим его сейчас вот сюда. Тоже к коричневому. Вот так вот сделаем. Здесь, правда, по-моему, вообще закрытый салон. Никого нет. У них, наверное, часы работы другие. Ну, посмотрим. Так, сори. Сейчас посмотрим, где наш бандосик. А, он пёхом идёт. У нас он пёхом идёт. Слушай, ну рядом полицейская тачка приезжает. Такое себе занятие сейчас. Ну, ладно. Вариантов немного. Давай, выгружайся. А, может быть, надо действительно около продуктов, наверное, выкладывать их. Ага. Нормально. Слушай, а у них двери есть? А у нас, по-моему, двери нету. Хотя, что-то я, может быть, был невнимателен. Да. Сейчас мы везде тут повыскидываем. А он и повар задумал. Слышишь, идёт, походу, сюда. Как раз таки. А может быть, и вообще нет. Может быть, мимо пройдёт. Ну-ка. Не-не, сюда идёт, слышишь. Но он ничего не сделает. Он же повар. Прямо под ноги ему. Да, срок жизни у него уменьшается. А, всё, смотри, короче. Походу, слишком было в плохом состоянии, что наши термиты и тараканы всё сожрали. Отлично. Надо тогда изучать обязательно второй уровень гангстеров. Давайте ещё один поставим здесь. А, ну здесь, смотри, всё, завоняло уже. Всё, тараканы, короче, начали делать своё дело. Молодцы. Мы просто уничтожили конкурента. В прямом смысле этого слова. И, всё, и он исчез. Так, всё, отлично. Тогда нам нужно... А, ачивка вылетела. Так, нам надо сейчас, получается, будет ещё одного на ней товарища. Давайте изучим вот этих бандитов. Даже интересно посмотреть, что они будут себя представлять. 20 тысяч, скажите. Может быть, скорость уничтожения продуктов, или, наоборот, скорость... Точнее, или, наоборот, количество жизни будет у неё чуть больше. Именно в плане очков действия, да? Так, что у нас есть тут с вами? Тумбу, может быть, прихватить? 2700. Нет. Сколько голодных людей хотят пиццы? Ты посмотри. Просто овер много. Слушай, а может быть, мы вот здесь тогда ещё захватим точку рекламную? 1100 стоит. А, в принципе, почему нет? Не так уж и далеко. Через церковь. И к нам сразу же открыть театр. Давайте. Арендовать. И на маму пиццу отправляем. Отлично. Так, мама пицца. Продолжить. Смотри. У нас загорелась возможность улучшить. Так. А здесь её нету, кстати. Странно. Может быть, сначала она улучшается? Так, арендовать. А мама пицца. Улучшить 7500. Ну, давай. Так, тип средний. Улучшается аренда. Ага. Как у нас это, типа, выглядит? Ты смотри. Идёт строительство. А, окей. Я думал, короче, она у нас так будет выглядеть. А это, короче, идёт строительство. Только сейчас увидел. Ладно, подождём. Остались считанные секунды до нашего улучшения. И сейчас посмотрим, как у нас она будет выглядеть. И момент истины. О, слушай. Она по-царски выглядит. Так, ну, я так смотрю, у неё просто стала большая зона охвата, да? По сравнению с этой. Ну, здесь маленькая, да. Здесь прямо-таки гигантская. Тем более, он прям такой билборд здоровый. Так, ну, это наши показатели. У нас, в принципе, с вами пиццерия сейчас идут хороший плюс. Ну-ка, а этот? А почему это не улучшается, интересно? Может, мне надо уничтожить? Типа, попробуем хрясь, арендовать. Да, и вот таким вот образом это выглядит. Мама пицца улучшить. Да. Улучшаем точки. Отлично. Сейчас посмотрим. А, стоп. У нас уже виден радиус по второму уровню. Как раз-таки почти что впритык к этому идёт. Хорошо. Сейчас всех заберём. Просто всех в наглую. Шикарно. Просто шикарно смотрится. Надо обязательно будет третий уровень прокачать. Будем потихонечку все такие рекламные тумбы переделать на такие крутящиеся билборды огромные. Соответственно, это нам большой-большой бонус будет. Также надо потом будет попробовать это сделать именно вот в... Так, стоп. Не здесь. А где у нас тут была тумба? А, вот наверху, да? Попробовать вот здесь её захватить. Как раз-таки, чтобы соседняя улица тоже захватывалась. Ибо здесь у нас впритык идёт. А вот этот перекрёсточек нам был бы просто максимально идеален. Так. И заодно ещё, наверное... Ну, это тоже точку можно захватить как... Ну, просто... Просто потому что, не более чем. Так. Что по навыкам у нас? Где бандиты? Бандитов пока нет. Ждём. Обязательно. Так. Заодно пока посмотрим, что у нас происходит в нашем ресторане. Потихонечку люди приходят. Все, в принципе, довольны и качеством, и обслугой. Да, в принципе, у нас вообще сейчас идёт неплохой окупаемый бизнес. В плане пиццерий. Вот это, конечно, точка, парни. То, что вы выбрали третий вариант. Это, конечно, топовое место. Хоть здесь не всегда хватает продуктов, но, однако... Смотри, они тут прямо живут рядышком в этом доме. Молодцы, малорики. Далеко ходить на работу не надо. Никогда не опаздывают. Ни автобусов, ни маршруток. Так, а что у тебя с печкой? Я не понял. Доступы к печке у тебя нет. А, ну это смена происходит. Лады. Так, сколько у нас там осталось с вами до наших бандитов? Ладно, давайте сейчас подождём. И заодно посразу протестируем их. Тут, короче, смотри, что произошло. Мы тут поставили, короче, наш огромный билборд, да? Крутячийся. Вложили в него дофига денег. А тут, короче, коричневая какаха. Конкурент наш поставил себе раздачек флайеров. И поставил точку прямо-таки почти что около нашего носа. Прямо из выхода из этого университета. Это же университет, насколько он? Да, университет. Ты смотри, какой он наглый. Ты смотри, какой он творит грязь. Так, ну вот вопрос, как нам теперь этот вопрос... Вопрос, теперь вопрос, да. Вопрос, или как это всё дело избавится. Но мы сделаем это следующим образом. У нас теперь есть крутые бандосы, поэтому мы отправим ему прямо вот сюда. Самых мощных, самых сильных наших бандитов. Так, а где наши... Вот тут, отлично. Бандиты. Нанять. Пять тысяч. Не жалко, вообще не жалко. О-о-о. Большой брутальный с татуировочками. Лады. Прямо вот сюда погнали. Ну-кась. Где он нынче? Так, мы сейчас сделаем по ускоренному времени. Чтобы дождаться нашего товарища. Блин, а где он? А, с тобой здесь ещё и товарищ полицейский идёт. Слушай, а его, походу, вырубили прямо на старте где-то, да? По дороге. Ибо он вообще куда-то пропал. Так, ну-кась, заново попытка номер два. Бандиты. Нанять. Отправляем вот сюда. Где он? Ну-кась. Вот он, на подходе. Нет, это не он, это обычный мужик, рабочий класс. А, вот он, он тут идёт. Так, где? Прямо через райончики, через квартальчики. Ареальный пацанчик. О, идёт. Так, у него урона наносится, я так понял, как раз-таки, объектом 66%. То есть, как бы он посерьёзнее. Боже, мент, 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 мент. Сваливаем. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Надо просто промансовать, что всё дело. Во, вот так сейчас попробуем. Ты смотри. Полицейский такой только, как раз, отошёл, обратно залетает в этот самый ресторан. Начинает всё громить, крушить. Главное успевать по радиусу. Главное успевать по радиусу. Давай дальше ещё раз здесь сломаемся. Боже, вот тут давай. Красавчик. Ой-ой-ой-ой, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Блин, а его не остановить уже. Он уже занят действием. Слушай, полицейский, конечно, вообще... Не-не-не-не-не, стопэ, стопэ. Давай вот сюда. И начинаем добивать. Раскладывать тараканов. Слушай, прямо полицейские проехали сбоку. Да им пофиг. Они в пиццерию едут тоже хавать. Это наши постоянные клиенты, да. Возвращается, возвращается, слышишь? Надо успеть их сюда ломать. Ну, давай, мужик, братан. Борись. Ещё на одно действие у тебя хватает очков. Полицейский, наверное, целиком не будет там делать осмотр, да? Только кусочек. Всё, возвращаем сюда. И начинаем добивать. Ну, здесь уже всё начало вонять, смотри. Да, минус конкурентам. Таким, в принципе, путём мы можем с вами... Опа, всё, они все пропали, отлично. Продукты все пропали тоже. Ну, в смысле, с мухами завоняло всё. А, слушай, всё выветрили. Хм, окей. Зато что-то полицейских здесь стало гулять целая орава. Наверное, тоже здесь открыли, знаете, передвижной пункт, короче, полиции. Чё у нас тут с вами в плане навыков есть? Сейчас посмотрим. Так, вот поставить камеру теоретически можно. Но это на нас сейчас особо никто не нападает, поэтому пофигу. У нас есть возможность с вами изучить командный дух. Жалко, что вот если навести мышку, не показано, что это даёт. Но вы можете чисто только догнать. Ладно. Я думаю, изучать его нет смысла. А вот по поводу аниматоров попробовать, ну, в принципе, почему нет? Почему нет? Ну, это чуть позже. Нам надо немножечко сначала деньжат приподнять. Хорошо, что, в принципе, не стали сами изучать и вливать деньги. И так бы шли в минус. Как раз-таки в конце дня у нас снялись за оплату. И посмотрите. У нас осталось буквально 2 или 3 тысячи из пятнашки. Вот. И буквально за пару секунд, за пару минут у нас с вами прилетело 6-700. Ну, как бы, в принципе, очень большой поток клиентов здесь идёт. Единственный вопрос. Как-то эту всю дему надо расширять. Надо, чтобы было больше места. Хотелось бы именно как раз-таки, чтобы была одна точка. Максимально-максимально жирная. Но, я так полагаю, по размерам, наверное, больше уже её не сделать. Даже вот мы сейчас включим перемотку. Смотрите. Ну, не успевает кто-то даже приготовить пиццу. Ингредиентов не хватает. Но в плане стоимости у нас суммарно что там, что здесь, достаточно всё неплохо идёт. Да, видите, кто-то не получает даже пиццерии. Жалко, жалко. Здесь надо, конечно, нам будет с вами нанимать новых носильщиков, наверное. Чтобы было прямо всё загружено под максимум, да? Давайте так и сделаем. Так, сотрудники. Доставка продуктов. А, у нас здесь аж в три смены. Слышишь, смотри, работают. Так, ну мы поставим сейчас кого-нибудь, наверное... Нет, давайте не будем дорогие ставить, потому что их здесь всё-таки очень много. Нам важно сейчас, чтобы вообще кто-то начал дополнительно таскать ещё сюда нам хавку. Так, отлично. Это ставим вот сюда. И ещё одни. Вот этого давайте поставим по скорости. Вот сюда. Больше людей больше будут бегать, больше быстрее будет таскать. Ну, опять у нас, в принципе, окупаемость пошла достаточно неплохо вверх. Конечно, не миллионными шагами, но потихонечку, по чуть-чуть, в принципе, у нас это всё дело идёт. Так, что нам надо будет с вами сделать? Бандиты мы с вами изучили. Нам, значит, надо будет заняться изучением доставок и делать, пробовать, делать уже с доставкой на дом. То есть, кто-то позвонит, скажет, алло, мама пицца или папа пицца, хотим там вкусно по перроне или что-нибудь ещё. Соответственно, будем делать развозы. Вот, значит, на следующей серии, ребята, я хочу сделать следующий момент. Скорее всего, арендовать, где она у нас находится. Вот эту точку, либо не её, либо всё-таки вот эту. Так, где она у нас находится? Стоп, ну что, я пропустил её, что ли? Вот она. Либо вот эту. Если считаете, что лучше открыть эту точку, поставьте в комментариях цифру 1. Если вот эту, цифру 2. Я думаю, на данный момент будем делать выбор как раз-таки только из этих двух точек. Также в комментариях можете писать сразу же название для этих точек. Та же самая система, у кого будет больше лайков, то название у нас и останется. Ну и как-то так, и будем завтра делать доставочку, делать точнее доставки пиццы. Всё, с вами был Дядя Серёжа Плэй. Надеюсь, вам серия понравилась. У нас сегодня такая она была лайтовая, но с нападениями бандосов. С вами был Дядя Серёжа Плэй. Повторяюсь, всех люблю. До новых встреч, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»